Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая новость. Срочно! ШИЭС! Академики разгромили полигон на ШИЭСе. ШИЭС сегодня. ШИЭС последние новости. Полигон для московского мусора возле станции ШИЭС Архангельской области с высокой долей вероятности станет источником мощного загрязнения подземных вод и рек Русского Севера. Отравит воздух как минимум 5 регионов России и превратит в очаг опасных инфляционных заболеваний. К такому выводу пришла группа ученых КОМИ, научного центра Уральского отделения РАН, которая подготовила доклад о рисках размещения полигона возле границ Архангельской области и Республики КОМИ. Научное обоснование. Исследования в течение года проводили 12 сотрудников КОМИ, научного центра РАН. Они выезжали на место строительства полигона, анализировали снимки из космоса, изучали результаты инженерно-геологических изысканий, проведенных на территории экотехнопарка ШИЭС застройщиком. По результатам этих работ получился доклад, который авторы представили в начале декабря в Кирове на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной инновационным методам утилизации отходов. Ранее академики РАН уже высказывались о возможных последствиях создания полигона для московского мусора на станции ШИЭС. Но доклад ученых из Республики КОМИ с детальными исследованиями и расчетами – это уже научно обоснованное доказательство того, что строительство объекта нарушает целый ряд положений природоохранного законодательства, а сам полигон распространит свои отравляющие действия на сотни километров в течение многих десятилетий. В докладе содержится три научно доказанных факта о том, почему полигон на ШИЭСе нельзя строить. Факт первый. Грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности. Чем это опасно? Загрязняются источники питьевой воды и бассейн реки Вычипта, а через нее – река Северная Двина и Баренцево море. К таким выводам ученые пришли после того, как обследовали почвенный покров на территории будущего полигона и изучили проект технического отчета о выполнении инженерно-геологических изысканий экотехнопарка ШИЭС, проводившихся компанией «Земли по морю» по заказу Мосводоканал НИИ проект в 2018 году. Выяснилось, что на территории преобладают переувлажненные, постоянно подтопляемые болотно-подзолистые и болотные почвы. В 1960-70-х годах вблизи станции ШИЭС и на соседних территориях в промышленных масштабах рубили лес, что еще больше способствовало переувлажнению почв. А правила, регулирующие проектирование мусорных полигонов, прямо запрещают располагать такие объекты в заболоченных местах и подтопляемых территориях. Факт второй. Выбросы будут загрязнять воздух 5 регионов России. Чем это опасно? Это негативно скажется на здоровье жителей прилегающих населенных пунктов. И на биологическом разнообразии животных Юго-Архангельской области и Республики Коми, Северо-Востока Вологодской и Северо-Кировской области. По мнению авторов доклада, полигон со временем станет загрязнять атмосферу свалочными и парниковыми газами, канцерогенными веществами. Расчет траектории переноса воздушных масс от Шииса за 2014-2017 годы показал, что 56% выбросов загрязняющих веществ с полигона придется на территорию Республики Коми, 23% на Архангельскую область, 6,5% на Кировскую область, 4,8% на Пермский край, 2,4% на Вологодскую область. Это связано с преобладанием переноса воздушных масс с запада на восток. Ученые отмечают, что сейчас на проектируемой территории полигона и в зоне его воздействия расположены ареалы обитания редких и охраняемых видов животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации, Беркут, Орлан-Белохвост, Сапсан и Красную книгу Архангельской области, Большая Вып, Лебедь-Клипун, Филин, Махноногий Сыч, Белка-Летяга. А в районе самой станции Шиес зафиксированы места обитания семи охраняемых видов растений или шайников. Все эти виды после появления полигона могут исчезнуть на этой территории. Факт третий. На станции Шиес может активизироваться очаг тулерамини. Чем это опасно? Появится риск распространения опасных инфекций по цепочке – крыса, комар, человек. Ученые полагают, что строящийся полигон на станции Шиес входит в категорию опасных по инфекциям, передающимся человеку через насекомых. Любая свалка органических отходов провоцирует рост численности грызунов, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. А болотистая местность, в которой хотят разместить полигон, благоприятна для размножения комаров и прочих плососущих насекомых. Таким образом, при техногенном воздействии может быть активирован пойменно болотный очаг тулерамии. Ущерб – минимум 900 миллиардов рублей. Ученые посчитали сумму ущерба, который нанесет размещение полигона. Только от вырубки леса на территории 300 гектар она составит 270 миллионов рублей. Причем в эту сумму оцениваются лишь потери защитных функций лесов и их биоразнообразие. Отсроченный экологический ущерб от загрязнения воздуха, ландшафтов, грунтовых вод и истоков крупных ред, которые приведут к заболеваниям людей, животных и потере биоресурсов, грибов, ягод, рыб. Составит от 3 до 24 миллиардов рублей на гектар. Учитывая площадь предполагаемого объекта в 300 гектар, ущерб достигнет от 900 до 7200 миллиардов рублей. Что думаешь об этом? Если вам было интересно смотреть данный материал, то рекомендую вам подписаться на этот канал. Обязательно ставьте палец вверх, если вы хотите видеть больше подобного материала. Спасибо за поддержку канала. Мне очень приятно. Спасибо за просмотр!